Книга «Открытым оком», том 2. Тема Лапкин. Книги. Вопрос 822. Читаете ли вы историческую литературу в художественном исполнении? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Художественное исполнение – значит выдумка при украшении. Мне это пресид. И такую литературу стараюсь никогда не читать. Для меня достаточно Карамдина, Ключевского, Соловьева, даты и факты. А осмыслить я смогу сам, без Конан Дойля, Агаты Кристи и Беляева. К нам в потеряюку приехал госписатель Владимир Георгиевский Черкасов. Он теперь приходится нам даже как бы дальним родственникам. Пишет он настоящие большие книги о вождях белого движения, это история. Пишет о Шишкове, его именем названа Алтайская краевая библиотека. Спрашиваю, откуда вам известно, что вы здесь пишете, что он на корабле сидит за столом. Говорит, именно эти слова беседует с Иоанном Кадштадтским. Разве об этом сохранились какие-то документы? Конечно нет. Но я же писатель стал говорить с ним о вере. Он племянник белогвардейского офицера. Очень гордится этим. Является прихожанином православной зарубежной церкви. Ни о каком сближении с московской патриархией слышать не желая. Теперь они отошли от епископа Евтихия и митрополита Лавра. Погружаются еще глубже. А Библия для него, что есть, что нет, вера на уровне таежной бабы. Зачем мне тратить время на чтение его книг? Как выражается Иоанн Затаус, ползать по чужой блевотине. Книги его никого не исправят, ничему не научат. И я им об этом сказал прямо в глаза. И он, добрый молодец, выдал мне открытым текстом. Но я же писатель. Это мой заработок. Чем же я тогда должен жить? Драть тебя надо, Володя, чтобы ты не пудрил людям мозги. Он разобетился. И теперь у нас нет никакой связи с ним. На Божий мир кто смотрит без восторга? Кого сей мир в душе не вдохновлял? Кто пред грозой разневанного Бога С мольбой в устах, во прах не упадал? Кто у адра страдающего брата Не пролил слез? В ком сострадания нет? Кто продает себя толпе за злато? Тот не поэт. Некрасов Николай Алексеевич. Продолжение следует...